Всем привет, это я Ханзо Мейнер и это обзор последних новостей в мире Фортнайт. Я расскажу вам о фиксах, рекордах и конечно не забуду про новый батл пасс. Для начала о рекордах. Совсем еще недавно Фортнайт был никому не нужен, все называли его пародией на ПВГ. А сегодня мы имеем лидера в жанре. В феврале Фортнайт Королевская битва побила аж 2 рекорда и в обоих превзошел недавнего лидера в жанре батл рояль с нечитаемым названием, но все его называют пупкой. В ночь с 3 на 4 февраля в Королевскую битву играло 3,4 миллиона человек, что выше предыдущего рекорда от пупка аж на 200 тысяч. Есть одно но, такой онлайн привел к неполадкам со стороны серверов игры, что немного смазывает весь кайф от ситуации. Ну и победа уже на другом поле. Фортнайт обошел почти всех конкурентов на Твиче по количеству просмотров, обойдя все тот же пупк аж на миллион. Но все же не дотягивая до безусловного лидера в этом плане, до Лиги Легенд. Я как человек, который занимался Фортнайтом, когда в него никто не верил, весьма рад такому развитию игры. Надеюсь и в нашем регионе Королевская битва станет более известна и востребована зрителями. Отторжение, принятие, использование. Да-да, это я про ситуацию с дабл-помпой. Только, значит, привык убивать их налево и направо с помощью двух стволов. Эпики официально признали это багом и пообещали в патче 3.0 решить эту проблему следующим образом. Отныне помповый дробовик, находясь в рюкзаке, не досылает патрон в патронник. То есть, если вы выстрелили с одного помпового дробовика, а затем сменили его, например, на автомат или другой дробовик, а затем снова взяли в руки помпу, продолжится анимация перезарядки. Кстати, именно такой метод решения проблемы я предлагал и, в принципе, обсуждал на своих стримах. Ну а пока давайте помашем рукой вслед уходящей эпохи дабл-помп. Ну и коротко о боевом пропуске для третьего сезона. Почему коротко? Потому что на днях я выпущу видео о том, как сэкономить при покупке и получить сразу кучу ништяков вместо одного батл-пасса. Тематика этого сезона – космос. Во втором сезоне мы все были рыцарями, если не забыли. Ставь лайк, если знаете, куда Элина потратит все свои деньги после выхода пропуска. Главное отличие нового батл-пасса – это 100 уровней вместо 70, что означает еще больше наград. В новом батл-пассе будет на 2 скина больше, чем в прошлом. Будет такое же количество новых кирок, эмоций, дельтапланов. Появится новый предмет – декоративный рюкзак. Их будет аж 3 штуки. Новые эффекты при свободном падении. Их будет 5 штук. 6 экранов загрузки, 20 флагов и эмоций. Общее количество наград на этот боевой пропуск будет равно 69 предметов. Против 46 во втором. И это, кстати, за ту же самую сумму в 950 вебаксов. А за 2800 вебаксов вы сможете купить аж боевой комплект, в котором будет боевой пропуск и он будет 25 уровня. В целом при покупке такого бандла вы сэкономите 40% стоимости уровней, если бы просто покупали их по 150 вебаксов каждый. В третьем сезоне нас ждет новая система еженедельных испытаний. Каждую неделю вы сможете выполнить цепочку квестов для прокачки своего боевого пропуска, состоящую из 7 заданий. Помимо всего, вы сможете накопить все эти квесты и сделать их, допустим, перед концом сезона. И даже если вы купите пропуск в середине сезона, вы получите все вышедшие линейки испытаний. И, кстати, вам даже не нужно будет выполнять все 7 испытаний, достаточно 4. Все, чтобы вы могли играть в том стиле, в каком хотите. Ну и самое главное, несмотря на то, что уровней станет аж на 30 больше, время на их получение останется примерно тем же самым, около 75-100 часов геймплея. Ну а на этом пока все. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите бубенчики. Всем спасибо за просмотр и до новых видео. Продолжение следует... Продолжение следует...